Добрый день, друзья! Давайте сегодня поговорим о коллективных программах, о тех программах, которыми живет общество и как они влияют на здоровье. Ну и заодно мы ответим на вопрос, почему у нас мы живем в Беларуси, а у нас белорусских-то детей в работе практически и нету. Хотя в Беларуси точно так же у детей есть и ДЦП, и аутизм, и другие проблемы. А о нас в Беларуси знают меньше всего. О нас в США знают больше, чем знают здесь, в Минске. Я просто на примере покажу, как работают коллективные программы и как работаем мы. Смотрите, для того, чтобы у человека был результат в нашей работе, первое, что мы всегда требуем, это взять ответственность за свою жизнь на себя. То есть программа ответственности – это номер один. Не мы вас лечим, а вы сами меняетесь. Не мы за вас что-то делаем. Мы вам всего лишь показываем, в каком блоке программного обеспечения что надо у вас поменять и что надо делать для того, чтобы что-то изменилось. И вот смотрите, люди к своим обязанностям и к тому, что они делают, подходят по-разному. И в каждой стране подход абсолютно разный. Я могу сравнить, например, как реагирует Европа, Россия, как США реагирует. Сегодня я расскажу, как к ответственности относятся белорусы. И наверняка и россияне среди этого себя узнают, и другие люди, потому что есть программы перекликающиеся. Но есть программы в коллективном, которые и меняются через коллективное проживание. То есть это этап развития общества. И в Беларуси на сегодняшний день программы ответственности – это, наверное, самые актуальные программы. То есть у нас в стране за все отвечает один человек, виноват во всем один человек. Но все хотят денег, все хотят, чтобы экономика развивалась, и все хотят быть здоровыми и классными. И оказываются в ситуации, что вроде бы все классно, все работали, а ни хрена не работает. Итак, я показываю один простейший пример из своей жизни. Смотрите, в начале марта месяца я заказываю согласование в Белге новодоменного имени. Точнее, даже поддоменного имени, потому что мы планируем открыть интернет-магазин. Согласно нашего законодательства, интернет-магазин можно открыть уведомительным принципом. То есть я уведомляю, что я его открываю, и все прекрасно. Мне дают разрешение, и я работаю. Здорово! Начало марта 2020. Итак, я обращаюсь к своему хостеру, где находится основной домен, и прошу подать заявку в Белге на согласование поддоменного имени. Итак, господа, проходит ни много ни мало месяц. Вот через месяц я имею надпись, вы видите, здесь у меня зарегистрирован. То есть мой поддомен зарегистрирован. Так мне сообщает мой хостер. Они свою работу типа выполнили. Правда, с 15-го пинка, потому что конкретно приходилось вплоть до замены их технических настроек, чтобы это было возможно вмешиваться даже в сам процесс. Но за месяц я их запинала ногами, и у меня эта надпись зарегистрирована, появилась. Прекрасно. Соответственно, я радостно пишу в исполком. Замечу, я пишу уже дважды, а вот на сегодняшний день уже трижды. Я даже не просто пишу, я приезжаю в исполком и оформляю вот такие бумаги для того, чтобы меня внесли в торговый реестр. Это называется уведомительный принцип. Смотрите, я приезжаю просто в одно окно и пишу бумагу от руки. У нас IT-страна, поэтому надо обязательно приехать и заполнить вручную бумагу. И вот я уже дважды ездила. Сейчас мне надо будет ехать трижды, потому что я пишу в исполком и говорю, я вас уведомляю. Блин, я хочу магазин. И уведомляю уже с 10 марта, ну и в очередной раз получаю вот такую бумагу. В этой бумаге, это уже, кстати, вторая, потому что сейчас готовится уже третья такая же, мне пишут, мы не можем вам разрешить интернет-магазин, причина отказа, так как вы не зарегистрированы в Белгия. Я говорю, ребята, ну меня же хостер уведомил, он же выполнил свою работу. Он же уже мне написал, что все, меня зарегистрировали. А исполком говорит, а я захожу на сайт Белгия, вот мы заходим сюда, смотрите. Вот, вот, вот видите, вот здесь у нас есть сайт Белгия, возьму ручку, чтобы вам удобнее было показывать. И вот мой домен, и вот надпись «не зарегистрировано». Я звоню в Белгия, говорю, ребята, ребята, ну как же так, мне же хостер пишет, что зарегистрирован, а у вас не зарегистрирован. И мне говорят, да, вы на самом деле зарегистрированы, но мы базу данных не обновляли. Вот мы обновим ее, я так понимаю, обновить базу данных – это нажать кнопку для того, чтобы пошла новая информация, когда кого-то внесли. Но оказывается, согласно наших госпредставлений, обновить базу данных – это таскать мешки, да, перенести мешок с одним доменным именем, внести в какое-то помещение, в этом помещении вынести и так далее. На что исполком мне успевают присылать, вот уже два ответа прислал, третий ответ они готовят, уже тоже отрицательный. И, наверное, мне надо будет к ним еще раз ехать или писать жалобу на того единственного, который за все отвечает. Ну вот смотрите, господа, это программа ответственности. С одной стороны, я как лицо ответственное, как нормальная белорусская, да, я подала документы правильно, да, оплатила, подала. А хостер, как ответственное лицо, точно так же абсолютно правильно выполнил свою работу, передал информацию обо мне, получил деньги и сказал, все супер, и написал мне, что все зарегистрировано. Белгия, как исполнители, как хорошая госорганизация, они у себя внутри внесли в базу данных и тоже сказали, мы вас внесли, даже их руководитель отдела позвонил мне и сказал, да, мы вас внесли, честно-честно. И исполком, как лицо ответственное, открыл базу данных Белгия, но она же не обновлена, не увидел там меня, я себя там тоже не вижу, и дал мне ответ. Итак, за полтора месяца уведомительного принципа, замечу, в налоговую я еще не обращалась, наверное, там тоже мешки таскать придется с информацией. Хотя мне сказали, в налоговую вообще вы можете просто из кабинета написать, что вы работаете, и дальше только заплатите налоги. Ну вот я уже полтора месяца работать не могу, магазин стоит, хотя заказы у нас от людей идут, и вот так работают программы ответственности, потому что претензию предъявить некому, потому что все свою работу сделали, а работа стоит. И вот смотрите, как это сказывается на здоровье тех же самых детей. Вот мы берем того же самого ребенка, сегодня, кстати, замечу, от Белоруссии я получаю письмо, мы работали с ребенком. Она говорит, я, конечно, радикальное прощение написала, и даже будущее пропланировала своей семьи, не себя. И дальше она пишет, как она вообще не берет ответственность за свою жизнь у себя. Дальше она пишет все то, что я вам рассказала на примере, как работает наше общество. Вот именно поэтому мы не хотим работать с людьми, которые не берут на себя ответственность. Не берут на себя ответственность за то, что они живут, за то, чем они дышат, как они болеют, как они проявляются. Поэтому они болеют, потому что они вынесли Бога, которому они могут предъявить претензию. И вынесли они его в исполком, или в президента, или в своего ребенка, или они вынесли ее из себя. И даже честно сесть и написать радикальное прощение так, чтобы пробрало до мозга костей, чтобы стыдно стало, чтобы больно было, чтобы пережить, чтобы осознать и завершить. И тогда увидеть глаза здорового ребенка. Вот людям, которые ответственность взяли за свою жизнь на себя, это возможно. Но когда человек не берет ответственность на себя, это невозможно. И тогда возникает коллапс ответственности. Вот такой коллапс ответственности, который есть в нашем обществе. А теперь смотрите. Коронавирус. Коллапс ответственности на всем земном шаре. Вот так живет общество, которое вынесло Бога из себя. И просто я предлагаю вот на таких вот простых примерах задуматься. У нас есть формальное отношение к жизни. У нас есть формальная любовь к себе. У нас есть формальная любовь к своим детям, к своим спутникам жизни. Мы живем формальной жизнью. Мы живем вот так. Типа я сделал. Типа заплатите мне зарплату. Ну вот какую тебе зарплату, как ты сделал, такую ты и получишь. Типа я живу. Типа я не болею. Типа я здоров. И поэтому в этом обществе правит миром безответственность, ну и со всеми вытекающими последствиями, болезнями, страданиями, поиском себя и ненахождением и так далее. И первый шаг, который делает человек к возвращению к себе, это возвращает ответственность за свою жизнь на себя, вместе с ней возвращая в себя Бога. И тогда все меняется. И тогда все разруливается. И разруливается и сайт в том числе к тому моменту, как только на этом доменном имени появится готовый ресурс. Его, кстати, еще нет, он еще не написан. Мы заранее все делаем. Но вот такой колоток ответственности имеет место быть в нашем обществе.